Они всегда будут действовать агрессивно. Мы не проповедуем технику полного успокоения, воды. Нет, мы животные, которые должны уметь себя мобилизировать в нужный момент. Адреналин, наше тело, помогает нам. Но вот этот адреналиновый раж, он быстро заканчивается. Если мы перегорим, значит мы будем драться на ватных ногах и на ватных руках. И это тоже может случиться. К сожалению, мы стремимся к тому, чтобы мы закончили там. Но когда он закончится, мы еще не знаем. Конфликт продолжается. Конфликт это всегда лотерея. Мы боремся за инициативу. Противник, если начинает, он ее навязывает. Потом я пытаюсь сравняться. И вот тут мы боремся. Поборолись. Если мне повезло, я начинаю вести. Он точно так же может меня догнать. Но не думайте, что это все длительный по времени процесс. Хорошая драка это 10 секунд. 10 секунд, это 10 секунд. Либо один упал, либо второй упал. Либо один лежит, где спорты, либо второй. Варианты получения повреждений. То, что сейчас придет Олег расскажет. Замечательный специалист. Очень рекомендую послушать его. А он... Это то, с чем, к сожалению, при самообороне с ножом придется... Глупо строить иллюзию, что вот я взял нож, да. А кто-то же его тоже еще взял. Не обязательно, что я достану нож. Он же тоже может достать. А то, что я ношу с собой в сумке, спасет мне жизнь. Есть ли у меня там бинг. Есть ли у меня там какой-то гемостатик. Либо еще что-то, да. Может подручный свет какой-то. Может жгут. Поэтому в этой ситуации, да, вы должны вот эту картинку с другого человека еще на себя спросить. Выходя из дома, спросить себя. А может со мной сегодня что-то случится? Да. То есть вот подумать об этом. Возможно, это тот день, ради которого я всю жизнь занимался. Да. Возможно, это тот день, когда кто-то попробует забрать мою жизнь. Вполне возможно. Следующий важный момент, да, как говорил покойный наш инструктор, и не только наш инструктор, Вячеслав Галбов, Кузьмич. Безопасность – это не результат. Безопасность – это процесс. Это длительное мероприятие. Огромный комплекс всяких детей. Доктор здесь. Отличненько. Олег Картау, это это в своем подготовке. Может, у вас что делать, если вы не умеете? Смотрите, то есть такое. Все очень просто. В случае, если мы имеем проблемы с кровотечением, нужно понять две вещи. Первые вещи. Каждая секунда из него уходит кислород, потому что кровь – это транспорт кислорода. То есть каждую секунду он может потеряться, да, если вы выжившись процесса, связанного с борьбой за собственную жизнь. Вариант второй. Если мы работаем по кровотечению, мы должны знать, что им нужно простые, эффективные действия. То есть, если вы считаете, что кровотечение перекрывается только жгутом, то подумайте, где вы его возьмете. Если вы считаете, что кровотечение перекрывается только в случае, если вы видите, что оно течет из руки, Простейшая аптечка, которая может находиться в руках, на поезде или в рюкзаке любого человека. Аптечка, которую можно рекомендовать каждому из вас. Где есть жгнут, где есть средства, основки кровотечения с помощью гемосметических контактных гемосатиков, пропитанный бин. Здесь может быть пленка клапана для искусственной вентиляции лёдов. Если кто-то знает, что у нас люди в стране умирают от инсультов. Не от того, что в них попадает пуля во время боевых действий. А лидерами смертности являются ДТП и инсульт инфаркта. То есть проблема с церилизацией системой. И перчатки, которые могут спасти вашу жизнь. Почему это так? Вы не знаете, что в крови у человека. Откуда вы знаете, что в крови у вас? Потому что вы последний раз сдавали анализ на гепатит. Когда? Никогда. То есть вы не сдавали анализ на гепатит лично. А раз это так, то вы знаете, если он у вас сдавит. То, что у вас сейчас нет болевых ощущений, это ещё не ввиде того, что у вас нет проблем. И вы не знаете, какая проблема у сидящего рядом с вами человека. Его жалко. Женщики сдавают, когда богатые. У вас есть родные и близкие, которые не заслуживают того, чтобы вы принесли домой инфекцию. Перчатки. Следующий вопрос. Я здесь в данный момент одеваю перчатки. Сволочь такая. Он вытекает. Да, это правда. Но, если я одеваю перчатки, в этот момент я могу ему дать рекомендацию. Зажми рану рукой. То есть сам себе зажми рану рукой. Когда мы видим, что человек ранит, то это не значит, что он настолько невменяем, что не может сам бороться со своими кровоотечениями. Если у нас есть рана, то человек может на неё надавить рукой. Если у нас есть рана руки, то он тоже самое может сделать. Если у нас есть рана на голове, он прижимает голову. Это рефлекс. И этот рефлекс не отменить. Зажал рану рукой. Зажал рану рукой. Мы его посадили, уложили. И надеваем перчатки. Если у нас нет перчаток, то можно вводиться через пульки или пакеты. Но вот эти вот пульточки, о которых говорят, что они могут эффективно заменить перчатки. Вы должны помнить о том, что зажать рану, нанести вес своего корпуса вы сможете. Но вы не сможете. Самое главное. Наложить всю повязку. Вы наденьте пулечки на себе на руку. Вы просто замотаете их в пластыне. Сидите в туалет. Сможете ли вы выполнить данную манипуляцию? Значально простейшую и базовую. Потому. Мы одеваем перчатки, используя их конкретно собственной защитой. Следующее, что необходимо сделать. Понимая о том, что из человека вытекает кровь, надавить на рану. Прямое давление на рану спасает жизнь. Если я надавил на рану, либо стимулировал его самогон давить на рану, этим я уже помогаю ему. Каждый из нас является сосудом-бутылкой. В случае, если вы надавливаете сверху на горло, то бутылка не продолжает вытекать. И все, вы блокировали рану. Для того, чтобы заменить прямое давление на что-то действующее, нужно взять перевязочный материал. Уверен, что перевязочный материал с собой никто не носит. Даже сейчас здесь у вас есть с собой сверху пласты. Смотрите, пожалуйста, поднимите руку те, у кого есть средства оказания первой помощи. У меня бенделикопласты. Вот, спасибо. То есть, хотя бы бенделикопласты есть. Сможем использовать мимомарливую салфетку. Сможем. Тома. Флакон. Коматер. Можем вскрыть. Можем восстановить. Можем хорошо вытекать его. Можем. Сможем.